Турсезон еще продолжается, но определенные выводы можно сделать уже сейчас. По уже неоднократно озвученным причинам, количество гостей в новогодние каникулы значительно снизилось. Менее 25 тысяч – это явно не то, что ожидали организаторы. Подвели и неорганизованные туристы, испугавшиеся 40-градусных морозов. А те, кто приехал, в целом оставили положительные отзывы. К сожалению, Великий Усик не получил должной финансовой поддержки при подготовке к турсезону, и город, как в прошлом году, не выглядел праздничным. На город в последнее время, конечно же, мы не можем похвастаться в плане освещения, в плане оформления новогоднего. В этом году мы приложим максимум усилий, чтобы год 2017-2018 праздники, чтобы действительно люди приехали в сказку, чтобы было и оформление, иллюминация, чтобы сделано было не так, как у нас было не подготовлено, соглашусь с этим. В год юбилея города предстоит большая работа. Необходимо завершить ремонт улицы Павла Покровского вместе с тротуарами. По поручению губернатора Вологодской области улицу Красную также планируется привести в порядок. Сейчас мы работаем по объектам, которые находятся в центральной части города, привести их в соответствие, и уже подготовлены эскизы ограждений, чтобы были в одном, чтобы все заборы, которые идут, ограждения по центральной улице, чтобы были в одном исполнении, чтобы действительно было красиво, на что посмотреть. И так, действительно, сказку надо превращать в сказку, а не только на этой сказке зарабатывать деньги и не вкладывать. Тут это однозначное решение, оно не только администрации района, но и правительства области. В новогодние праздники было принято 15 турпоездов. Большинство из них прибывало на станцию Котлас-Южный. А дальше туристы пересаживались в автобусы и отправлялись на родину Деда Мороза. Мы мониторили каждый автобус и распределяли потоки туристов, вот с каждого автобуса распределяли, кому куда идти, кто в вокзал, кто напрямую в поезд. В ходе совещания были вручены благодарственные письма людям, которые принимали участие не только в организации турсезона, но и в его проведении. Среди них глава Котласа Андрей Бральнин, сотрудники МЧС, полиции и автотранспортного предприятия. Поблагодарили и мастеров-надобников, которые торговали сувенирами, несмотря на аномальные холода. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.